Христианство – это не на алкоголе! Слышь, псина, куда ты идёшь? Только Бог растёт и исцелит нас от наших грехов. И настоящий ты прошлый! Реклама Вы смотрите Трэш РПЦ Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет воскресения Христова. Каждый год в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду Патриарха Святого Града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня. И вот уже больше двух тысяч лет сообщество людей приняло христианство и чтит Новый Завет. Однако, не всё оказывается так влажно и гладко, как хотел бы наш этот бородатый мальчик. Именно так пошла по пизде тайна о благодатном огне. Армянский священник заявил, что раскрыл тайну благодатного огня. Неужели всё? Десятки, сотни, тысячи, миллионы, да что там говорить, миллиарды людей станут делать частные инвестиции? Там, в медицину или в техноиндустрию? Конечно нет! Ведь люди не смогут выдержать такой шок не только в нашей скрепной сверхдержаве, но и во всём мире. Но вам всё же интересно, как и мне, как это произошло? Как один мужчина смог поднять нереальные сомнения, что оказывается в РАЛе? Да, помимо вольного существует ещё один правдоруб. Самуил Агаян. В интервью израильскому журналисту Агаян рассказал, как происходит сошествие благодатного огня. По его утверждению, он трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. И ничего мистического в этом нет. И это заявление разозлило представителя коптской церкви, который стоял рядом с Агаяном. И он прям потребовал немедленно остановить съёмку. Дословная цитата. I'm sorry, stop, stop the camera. Stop the camera. Stop the camera. И священник Агаян немедленно возразил, что копты это такая, знаете, этно-религиозная группа, вот известная как настоящие хранители древнейшей культуры Египта. Иначе как авторитетные священники. Агаян возразил, что при зажигании огня они не присутствуют. Но оппонент продолжил обвинять армянского коллегу во лже. Ещё бы. Всрать столько объёмов продаж свечек. В России за такое вообще на бутылку смогут посадить. Тебе, блядь, не покемонов ловить. А прежде чем мы узнаем реакцию от РПЦ, я вам напомню, благодаря чему, собственно, и зажигается этот чудо-огонёк. И почему он не приносит физических повреждений? Знаете, давайте сделаем такой перерыв на научпоп от мракобесия. Раствор серной кислоты и обычная марганцовка смогут добыть искру на любом легковоспламеняющемся предмете. И в течение одной минуты не создавать повреждения на органической ткани. Попробуем, чтобы загорелось. Всё. Теперь у нас горит огонь. И этим огнём, я думаю, можно умываться. Итак, первый этап изучен. Холодный огонь или же необжигающее пламя. Одна из низкотемпературных разновидностей пламени в химии. Используется также в фейверках и для создания различных спецэффектов. Многие эфиры органических и неорганических кислот могут гореть холодным огнём. Самый известный из них – этиловый эфир борной кислоты, который можно приготовить в домашних условиях путём смешения в определённых пропорциях следующих веществ. Сухая борная кислота, этиловый спирт, концентрированная серная или же соляная кислота. Примечательно, что после полного испарения кислот огонь имеет свойство высокой температуры. Ура! Второй этап понятен, вы все молодцы. И только за это можно уже прописать Лосевича. Ах да, связка купленных свечей за 500 рублей отличается лишь количеством. Таким образом, язык пламя намного больше, который имеет градус намного ниже. И знаете, очень удивительная отговорка – ты должен верить в Христа, чтобы не было больно. Да хер там! Когда вот получишь шажок, я вот ставлю 10 копеек, не больше, на то, что ты обратишься к врачу, а не к священнику за травмы. И всё, теперь мы закрываем эту тему. Не повторяйте дома, конечно же, и прочее. Да, если вы снова забыли поставить лайк, то сейчас самое время. Какой инфоповод святыни без представителей Русской Православной Церкви? Пресс-секретарь Патриарха Кирилла не верит в разоблачение Святого Огня. Да, конечно же, действительно сложно поверить из-за отсутствия видеодоказательств. Да и какая разница? Если даже и получилось бы это запечатлеть, всё равно бы не поверили. Им проще в Бога поверить. В этот раз я предлагаю Самуилу Огаяну сделать селфи-видео, чтобы уж быть на 100% уверенными, что нас не обманули. Так, мы отвлеклись. Давайте узнаем дословно, что именно не убедило представителя РПЦ. Ко всему в нашем мире можно отнестись скептически, начать критиковать и находить аргументы против. Но вот так выносить в публичную сферу вещи, которые могут смутить миллионы верующих людей, думаю, неправильно и не нужно. А частные и странные суждения священнослужителей Армянской Церкви пусть остаются на их совести. Так, знаешь что? Вот странно целовать бородатым мужчинам руки и не задумываясь, к чему они прикасались 10 минут назад. Ну и насчёт ненужности мы уже все определились, так как упадут, естественно, продажи свечек и само доверие уже будет под угрозой. Но что значит неправильные сомнения, а? Вот как человек, который может такое говорить от лица самого патриарха, утверждая, что факт раскрытия был неправильным? Когда в это же время куда правильнее будет из денег налогоплательщиков москвичей, а это я напомню 1,6 миллиардов рублей, которые были направлены на реставрацию храма, не на пенсии, не на улучшение медицины, не на что-либо ещё, что действительно оказало бы большую поддержку от РПЦ. К слову, могу добавить, что в религиозном мире имеется много хайповых тем, на которых держится популярность и огласка от русской православной церкви. И как раз одна из которых – это вечный скандал по поводу благодатного огня. Но чем больше проходит времени, тем меньше удаётся СМИ и духовенству управлять этой машиной пропаганды о том, что кругом все лжецы. Немножко лицемерно. В РПЦ рассказали о скандализировании темы благодатного огня. Да, вот об этом как раз мы и говорим, что в религиозном мире есть много конфликтов, фейков, на котором они, собственно, и хайпятся. Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе назвал высказывания армянского священника Самуила Агаяна о схождении благодатного огня неприемлемым нарушением молитвенного стояния аж целых миллионов православных верующих перед Пасхой. Ох, суть в том, что перед поджогом купленных свечек православный должен, ну, знаете, скажем так, быть в трансе. Не думать вообще ни о чем. Как говорил товарищ Моисей, молиться, молиться и еще раз молиться. А как только наступает день воскрешения Иисуса, бегом в церковь. Ну, естественно, через кассу или иначе никак. А из-за таких непутевых армянских священников человек уже начинает задумываться, а не переставать ли ему ходить в церковь. Также в этой статье упоминается, что еще один священник, который участвует в миссии служения в церкви Храма Господня от лица Русской Православной Церкви, решил воздержаться от комментариев. Напомню вам, это тот храм Господни, который хотели закрыть из-за должности оплаты налогов в 200 миллионов долларов. Так как православные организации чересчур там ударились в бизнес. Конечно, суждение религиозных конфессий было с разных сторон. Так и католиков, так и мусульман. Но наши федеральные СМИ решили не оглашать их комментарии. Я почему-то уверен, что как раз таки они нормально на это отреагировали. Даже армянский патриарх не выражал негатива, в отличие от РПЦ. Он просто напомнил, как это было принято понимать и откуда взялось такое поверье в это чудо. Эх, к счастью, многие ученые из Европы прогнозируют, что через 30 лет произойдет исчезновение христианства. И, к примеру, в США уже уверены в том, что статисты намеренно занижают число атеистов для манипуляций. Собственно, как и у нас в России действует ЦИОН. А также 90% молодежи Чехии являются атеистами. Это очень хорошая новость. Но в силах привычки и традиции они продолжают праздновать Рождество и кушать традиционно религиозные блюда. В принципе, вообще, молодцы. Горжусь Чехией. Валим в Чехию. И там ни один, ни капельки не интересуется ни историей религии, ни молится вообще. Они об этом даже не говорят. Я уверен, перемены настанут. И мы с вами работаем над этим. А вам спасибо за просмотр, подписку, лайк и комментарий. Увидимся на лайв-канале. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok